Дорогие друзья, всем привет! Я к вам в очередной раз с весёленькими новостями, на этот раз прямо из Госдумы, где в очередной раз пытаются принять совершенно людоедский запон о профилактике так называемого семейно-бодалованной насилия и охранных ордерах. Но в начале маленькое объявление, ребят, очень нужна ваша помощь, пожалуйста, становитесь спонсорами нового канала на Ютубе, если до 17 ноября я доберу 30 спонсоров, то Ютуб заплатит приняв 1000 долларов, 1000 долларов, сами понимаете, очень нужна и важна, к сожалению, стать спонсорами могут быть люди, которые живут только за пределами России, в России спонсорство отключено, если у вас есть вот такая кнопочка, стать спонсором, пожалуйста, становитесь, это стоит 5 долларов в месяц, достаточно одного месяца, потом отключитесь. Ну ладно, давайте поговорим о печальных новостях. В очередной раз пытаются протащить, значит, закон о семейно-бодалованной насилии, по частям сейчас, они очень хитрые, этим занимается партия «Новые люди», они очень не любят российских мужчин, все тут семьи и, по их мнению, видимо, слишком много у нас в России рождается детей, надо бы поменьше, и поэтому протаскивают сейчас вот закон об осранных ордерах активно. В чём вообще фишка охранных ордеров? Это наказание без труда и следствия. То есть, любая соседка ваша, женщина, с которой вы живёте, жена, просто звонит в полицию и говорит, «Он мне угрожает, либо он уже мне что-то сделал, да, мы с ним живём, и вот он себя плохо ведёт, я боюсь». Приезжает полиция, вас забирает, вам выписывают охранный ордер, и вы не можете к ней приближаться, там, на 500 метров, на километр, к ней, к детям. «Она продолжает жить в вашей квартире, или начинает, если эта соседка, начинает жить в вашей квартире, не у неё всё кратство». «Да, а вы не можете приближаться, где вы будете жить, всем срать, понимаете?» Важный момент, я вот в Европе жил, там, два с половиной года в Испании жил, и вокруг там тоже есть этот закон, там тоже есть эти ордера, и вокруг этого закона и этих ордеров построен огромный, многомиллионный бизнес по отжиму мужского имущества. Целые ассоциации защиты, так сказать, в кавычках, женских прав там, где женщин учат, как обманывать полицию, как манипулировать. Знакомо, да, у нас этим занимаются инфо-шарлаталки из ТикТока, да? Как правильно отжелать? Мужчины ночуют тупо на пляжах, замерзают так, входят в фула и творят дичь, так вот тоже бывает. И сел срать, не проводят и недели в Испании, без, эээ, случая, о, кого-то обвинят, хэ, вдруг семейный бытового насилия, соседка, я не знаю, коллега по работе, не суть, главное, что она имеет право так сделать, и полиция вынуждена следовать вот этому идиотскому закону надоедскому. Шоу стал говорить про рождаемость, она в полной жопе, просто, ее просто нет, потому что, ну, это опасно приближаться. Ты приблизился, и ты уже виноват, все, автоматически. Это касается каждого, потому что даже соседка может это сделать. Мы живем, вместе она скажет, а че нет-то, живем, вот моя подружка, моя сестра это подтверждит, они с удовольствием подтвердят, все, ты не можешь приближаться к своей квартире, а она тогда уже заселилась, ты же не можешь приближаться, иначе ты сядешь в КПЗ, там, на Казани, представляете себе? И вот такие вот вещи, партии «Новые люди», вот эти все странные личности, да, молодо выключили какие-то леди, вот в Думе унесут вот эту афинею, вот им надо расторить мужчин, вот прям вот много у нас мужчин, надо вот стек повально посадить, чтоб сидели, и все. Ну, понятное дело, ладно, про это говорить неинтересно. Что вообще с этим совсем делать? Ребята из Семейного фронта активно вот сейчас борются, пишут письма, да, информируют депутатах о последствиях, ну, кто-то слушает, кто-то нет, ссылочка на Семейный фронт есть в описании к этому видео. Обязательно участвуйте, если вам вообще ваша судьба как-то безразлична, потому что она, сам мужчина, никто не позаботит. Ну и, конечно, становитесь спонсорами, вот такие вот дела, берегите и будьте счастливы.